Добрый вечер! Вы смотрите программу Теледиалог. Всероссийский день библиотек, отмечаемый на этой неделе. Не каждый муниципалитет может похвастаться таким их количеством и таким разнообразием, как Североморск. Вдвойне отрадно, что наша централизованная библиотечная система – неоднократный победитель множества конкурсов. О достижениях и планах ЦБС сегодня поговорим с гостем нашей студии, заслуженным работником культуры Российской Федерации, почетным жителем Североморска, директором Североморской ЦБС Ольгой Ефименко. Ольга Анатольевна, добрый вечер! Добрый вечер, Станислава! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер! Филиал на Сизово-4, городской номер 1, она же имена и библиотека имени Гулидова. Филиал номер 2, который знаменитый тайм-кафе открытый, это филиал на Флотских-5. Есть библиотека у нас на Куртике, это маленький микрорайончик, там вообще практически уже ничего не осталось, но Куртик греет, вот если это можно назвать очаг культуры, это библиотека на Куртике. В Малом Сафоново у нас очень хорошая библиотека, большая, двухэтажная. И маленькие поселочки наши тоже не остались без внимания и без библиотечного обслуживания. Это Щукозеро и Североморск-3. Таким образом, у нас вот 9 учреждений пока. Это хорошо, что они сохраняются. Конечно, хорошо, это великое благо, потому что библиотека, это не только, как я всегда говорю, самое массовое, самое социальное учреждение культуры. В наше время еще очень хорошо, наверное, звучит лозунг, что библиотека – это место безопасности. И это правда так. Ну, мало того, что все бесплатно, читатель может найти там, ну, не многие учреждения культуры сейчас могут похвастаться бесплатным обслуживанием, это правда. Библиотека совершенно бесплатна для всех категорий, от ребенка до пенсионера. Ну, кроме того, приходя в библиотеку, даже уже не в тишину тех бывших читальных залов, а просто библиотека, в которой сейчас очень много функционально, мы об этом поговорим, у нее действительно сейчас только функции самых разных, помимо, ну, главная функция все равно остается прежняя. Это привлечение к чтению наших жителей, разнообразие форм, пропаганда книги именно, именно пропаганды книги, показ ее, достижения ее, достоинства, с тем, чтобы люди все-таки читали, потому что чтение – это великое благо, на самом деле. Мне кажется, вторая функция, не менее важная, это то, что люди сейчас туда приходят для общения. Конечно. И, наконец-то, они бросают свои смартфоны, компьютеры и общаются. Да, и в первую очередь библиотеку называют третьим местом. Это правда, так оно и есть. Социальный институт по-настоящему, тут вопросов нет. Но, кроме того, действительно, все-таки хочется повторить и многофункциональный. Это правда. Многие библиотеки Североморской ЦБ с именны, вы об этом сказали. Каждая, безусловно, имеет свое лицо, свой стиль. Но одна особенная, потому что в прошлом году в Центральной детской был выполнен ремонт, ее модернизировали, теперь она модельная. Что же изменилось в связи с тем, что она получила статус модельной для главных героев, для читателей? Конечно, то, что там ремонт, это дело второстепенно, это сразу говорю. Самое главное, что она вообще модернизировалась в корне и изменился ее статус. Мало того, что библиотека изменила режим работы совершенно кардинально, все библиотеки Советского Союза и России всегда были детские, отдыхали всегда в субботу. Но с учетом, что библиотека стала для всех категорий теперь абсолютно полезной и нужна, то изменился режим работы, и суббота и воскресенье теперь стали рабочими днями. И, конечно, режим работы пролился на два часа, теперь она работает до 20 часов. Кстати, хочу здесь добавить к первому вопросу. Из девяти наших учреждений за последние четыре месяца изменили режим работы в сторону увеличения поздних вечерних часов и выходных дней. Четыре учреждения, почти половина. Даже детская библиотека Авиаградка стала работать до 19. Библиотеки на Сизово и на Флотске до 20 часов. То есть мы стараемся, расширив рамки режима работы, дать возможность людям после работы, особенно работающим, все-таки посетить библиотеку поужинав даже и успев дойти до 20 часов. Ну а центральная, вы знаете, работают, наверное, немногие библиотеки области, работают до 21 часа. Значит, помимо того, что режим работы очень сильно изменился, изменился статус с точки зрения того, что теперь библиотека комплектуется, как я и сказала, для всех категорий населения. То есть там не только детская литература. Она осталась в названии, центральная детская. Но по своей сути она стала массовой библиотекой. Там много литературы для взрослых, много отраслевой литературы интересной. Появились игровые зоны. Теперь можно... Кстати, молодежь это очень привлекает. Ребята любят вечером посидеть в игровой вот этой нашей верхней зоне, в английском уголке, фотозоны. Вот английский уголок, допустим, олень интересный, фотозона вестибюля. Ну, я уж не говорю о том, что появился робот. Это первый робот в нашей централизованной системе. Он такой юморной. Он тут пошутил и над губернатором даже позорил себя пошутить. Ну, очень все это красиво, деликатно, конечно. Конечно, изменились антерьеры очень сильно, появились новые краски. То есть это все привлекает так или иначе. Чтение главное, но к этому чтению еще прилагается много-много всего другого. Интерактивные панели, интерактивный киоск, станция книговыдачи автоматическая. У нас же на Кирове только был электронный читательский билет. Сейчас он теперь центральный детский. Можно книги и записать, и получить, и сдать с помощью вот этого автомата, положив их просто на определенный стиль. Ну, это, безусловно, интересно. Ну, конечно, это интересно. Это очень привлекает. Это современно, самое главное. Потому что уже ушли в небытие вот эти наши кафедры с формулярами. Они остались, безусловно, конечно. Они все есть, но уже сейчас упор делается совершенно на другое. Но время другое. Мы другое живем время. Поэтому, конечно. Ну, и самое главное. Мы, конечно, когда это все задумывали, вот это внешнее, мы понимали, что за внешним будет стоять внутреннее изменение вообще самой работы, профиля деятельности. И коллектив развернулся в полную силу. Сейчас мастер-классов у нас там. Я не знаю, кто только к нам не приезжает. Мастер-классы самые разнообразные. Издательская продукция уникальная по своей сути. Проекты, вот я их, наверное, ниже назову, интереснейшие. Они где-то и под интерьер тоже подыграны. В общем-то, ну, так думали, что так и будет. Но самое главное, что, конечно, содержание созволяет. Больше того, когда получали много мебели, да, и должны добавить, что местная администрация не осталась в стороне от этого проекта. И узнав о том, что будет внутри помещения, приняла решение о ремонте, о кардинальном ремонте нашего фасада и входной группы. Спасибо большое, конечно, Олег Александрович, что он выделил эти деньги. Фасад поражает своей красотой. Новый световой модуль, очень красивый ремонт, новая плитка на крыльце. Все это и безопасно, и в то же время это очень красиво эстетически. И, конечно, то, что получали мебель, немножко закладывали под экстерьер. То есть летом есть пластиковая мебель, есть специальная аппаратура звуковая, которую можно вынести на крылечко, поставить вот эти пластиковые столики, поставить пластиковые стульчики и звуковой аппаратурой привлечь внимание читателей даже на улице. А учитывая, какое центровое положение у Головко 5, то, конечно, это, я думаю, найдет свое применение так или иначе. То есть фактически многофункциональное учреждение культуры, которое работает по разным направлениям, и просто основа этой книги... Основа книга, безусловно, это печатная продукция, но много совершенно другого. Потому что экраны, интерактивные всевозможные киоски для маленьких, для средненьких, для старшеньких и для взрослых, все это создает вот этот комплекс, который теперь называется модельной библиотекой. Но приобретение статуса модельной это не единственная заслуга от централизованной библиотечной системы за последний год. Какими еще достижениями может похвастаться система? Да, за прошедший год мы отметили значимые юбилеи 45-летия нашей централизованной библиотечной системы, 70-летия ровесницы города, Центральной городской библиотеки, и последний был юбилей как раз модельной библиотеки имени Михалкова. Это очень было значимо. И в четвертый раз наша ЦБС стала лауреатом и дипломантом регионального, соответственно, федерального этапа в конкурсе 100 лучших товаров. Как вам это удается? Это так тяжело всегда, потому что это очная защита. Сидят 15 членов правительства. Кстати, ни одна централизованная система Мормонской области не участвует никогда в этих конкурсах, только областные. Научные и детско-юношеские. А мы четвертый раз решили с разными услугами. В этот раз услуга называлась нетрадиционной формой массовой работы. Мы показали свои мини-музеи, мы показали свои семейно-досуговые центры, которые у нас есть, и свои брендовые акции. Это, конечно, суперчитатель, лучик, первые книжки для вашей малышки, которые на днях мы опять будем делать в роддоме, проводить эту акцию. И, конечно, когда ты волнуешься, очень много вопросов они задают обычно, потому что помимо содержания деятельности их всегда волнуют вопросы энергосбережения, охраны труда, потому что это проводит центр стандартизации метрологии этой конкурса. Поэтому тут надо суметь еще и на эти вопросы ответить. А это все финансово емко, и, как правило, денег никогда не хватает. Поэтому, конечно, как-то выкручиваясь, заполняешь специальный лист сначала, а потом матрицу эту, а потом ты очно защищаешься. Все четыре раза я защищалась лично перед этой комиссией. Потом ждешь, что получится, дадут, не дадут это звание. Потому что, конечно, оно финансово ничего не дает и не приносит абсолютно. Но это статус. Конечно, это статус, это гордость. Да, этим гордится наш город, наша администрация, горсовет. Мы там всех привлекаем, пишем письма поддержки, участвую в этом конкурсе. И, конечно, мы с вами очень горды, что мы вот четыре раза. Нас поздравляет Российская библиотечная ассоциация обычно с этой победой. Да, это очень значимо было. Это бывает раз в два-три года. Поэтому четвертый раз мы заняли такое высокое место. Поздравляю. Спасибо большое. Но вот не останавливаться на достигнутом, это, наверное, один из главных лозунгов и ваших, и ваших коллег. Поэтому, конечно, хочется спросить, над какими проектами сейчас работаете, какие идеи будут реализовываться в ближайшем будущем, какие задумки есть. Есть проектов много. Не знаю, стоит ли зачитывать их названия. Проекты есть и в клубах читательских. У нас их 23, их очень много. Очень интересные проекты, конечно, Центральная Градская всегда готовит. Это культура, добрососедство и Россия, века события, судьбы. Но это понятно, сейчас военно-патриотическая тема, она на слуху и сейчас самая, наверное, популярная. Азбука цифровой экономики. Этот проект очень интересный. Разрабатывает отдел электронных ресурсов Центральной библиотеки. Ну и, как я уже сказала, масса проектов теперь в Михалковке, в модельной. Это и путешествия по Арктике в нашем арктическом зале, это читатели фантазии. У нас шахматный клуб имеет колоссальную популярность, дебют он называется. И открылся, давно не было, Центральной детской семейных клубов. Сейчас я работаю в клуб «Мы вместе», куда приходят молодые родители, приводят детей. С ними занимаются психологи, педагоги, маркетологи, кто угодно. Люди самых разных специальностей, профессий. И, конечно, нравится вот этим семей. Их немного, но хотелось бы, конечно, побольше. Но мы прекрасно понимаем, что возрождение традиции семейного чтения начинается в семье. Где в семье не читает мама, папа, бабушка, дедушка, ребенок, книгу в руки не возьмет. Только ребенок, пример взрослого, который читает хотя бы что-то, хотя бы газету или журнал, но маму может быть какой-то дамский роман, это всегда привлечет ребенка и подтолкнет его к тому, чтобы взять книгу в руки. Что же делать-то, если родители читают, а дети не хотят? Большая проблема, очень большая. Вы о проектах спрашиваете, поэтому, конечно, в планах нашей ЦБС не остановиться на одной модельной библиотеке. Для нас это очень важно. Это, конечно, очень сложно, потому что иногда приходится даже власть убеждать в том, что за этим стоит гарантия определенная на комплектование книжных фондов. Они не велики эти суммы, но они все-таки суммы. А беста бюджет, вы знаете, мы дотационно имеем. Сложновато получается. Вот в этом году мы выкручиваемся, как можем, по гарантийному письму, еще подписанному Владимиру Васильевичу, по модельному письму. Там три года, мы обязаны, наша власть гарантирует нам комплектование. Ну, а денег, как всегда, нам не хватает. И все-таки мы решились, убедили и Зоу Михайловну, и Олега Александровича в том, что это необходимо. Мы понимаем, что просто так денег сейчас на ремонт, на модернизацию учреждения бежать не будет никогда. Все-таки 5 миллионов или 400 тысяч, ну, понимаете, это как бы немножко разные величины. Вот пытаемся как-то вот так вот объяснять, и заявились мы. Это очень сложный процесс. Это надо изготовить дизайн-проект. Его изготовили сами сотрудники. Это надо кучу всяких, всем, поддержки, разработок. Ну, и самое главное, что собрать весь этот документ воедино, в единый комплект. Это огромная работа. Тут участвуют все. Наибольшая заслуга в этом принадлежит, конечно, заместителю директора Елизавенко Анталия Осня. Она очень много прилагает усилия, но поддерживает все практически. И мы завелись двумя библиотеками. Библиотека Агулидова на Сизово-4. Теплый дом на Сизовке, как вы знаете, она будет во времена года. Мы уходим там. Там много будет прикладного. Это ж год такой еще. Мы на этом решили немножко сыграть. И библиотека Нафлотских-5. Там будет наукоград библиотечный. Ну, там вообще потрясающе. Мини-планетарий, анатомия. Анатомия в виде скелета, по которой можно все изучать. Биологическая станция для посадки растений таких, ну, самых маленьких. Но все-таки. То есть самые различные вот аспекты. Биология, зоология, астрономия, история. Там много помещений, как вы знаете. Поэтому есть где развернуться. Интересные проекты. Много вложили коллектива в это. Они и фантазию свою, и желание какое-то изменить. Ну, вот по 5 миллионов рублей, если мы что-то выиграем, мы заявились. Мы сдали все пакеты документов. Их было очень сложно собрать, поверьте. Там даже нужно светиться с РО, например, тех компаний, которые эти дома обслуживают. Это же МКД все равно, так или иначе. Даже это сумели сделать. Когда результаты будут? Результаты обычно в конце лета, в начале сентября. Ждем прямо с нетерпением, потому что очень рассчитываем. Ну, если не две, ну, хоть бы одна бы выиграла. Это все-таки великое благо. Но это уже следующего года. Это будет на 23-й. Что здесь хорошо, что в этих проектах по национальному проекту культуры не надо софинансирования никакого. Там вот только это гарантийное письмо на комплектование. Ну, конечно, оно тоже финансовое, но я тоже еще раз говорю, что 5 миллионов и 400 тысяч на библиотеку на комплектование. Как бы несоизмеримой величины, правда? Но, тем не менее, это большая проблема. Ну, я думаю, будем держать кулачки и надеяться, что хотелось бы, конечно. Дело в том, что вообще количество модельных библиотек является рейтингом как для глав наших городов, так и для рейтинга губернатора. Это действительно очень значимо. В том году 11 библиотек в области заявились, выиграли 7. Большое количество очень. А в этом году заявилось 8, из них 2 наши. Ну, вот ждем, что получится. Очень надеемся, очень рассчитываем. Если говорить еще о проектах и планах, то, наверное, конечно, долгожданный должен... Вот сейчас игра как раз идет по конкурсной процедуре по ремонту библиотеки в Авиаградке. Она ни разу не ремонтировала за 40 лет свое существование. И, конечно, писали жители. Жители обратились с большим письмом к Олегу Александровичу, с просьбой. Он услышал эту просьбу, услышал наши проблемы. И мы поняли, администрация приняла решение верное выделение все-таки почти около 3 миллионов рублей на ремонт. Именно ремонт этой библиотеки. Потому что все хорошо. Мебель хорошая, фонды хорошие, кадры профессиональные. Ну, а интерьер уже не выдерживает никакой. Устарел, конечно. Устарел совершенно. То есть не создашь ни фотозоны, неприятное времяпрепровождение. Вот, как мы говорим, досуговывают эти наши функции. Поэтому я думаю, что это решение принесет хорошие дивиденды. Летом будет. Летом. Где-то к середине июля ремонт должен закончиться. Фонды будут расставлены. И библиотека совершенно в новом облике должна уже заработать. Ну, совершенно по-иному. Бурная какая жизнь в централизованной библиотечной. И последнее. Из планов мы мечтаем еще одной именной библиотеке. У нас их три, как вы назвали. Документы все поданы. Осталось только в комиссию их передать в управление культуры. Библиотека на флотские строители, по нашему мнению, давно должна носить имя Владимира Владимировича Панюшкина. И к великому сожалению ушли уже все близкие родственники. Но, тем не менее, документы собраны. Будет большая экспозиция. Библиотека станет именной. И это очень хорошо. Это большая честь, на самом деле. Потому что это очень известный литератор. И воссоздатель студии «Северополярное сияние». Поэтому, конечно, очень бы хотелось. Нас поддержали, как всегда, и Лето, и общественность, и жители этого микрорайона. Поэтому очень рассчитываем, что осенью состоится торжественное открытие. Помнится, Владимир Васильевич, когда открывали библиотеку Гулидова, он так сказал, ой, еще писателей столько много, что еще есть, кому присваивать, какие имена присваивать. Но что-то иногда не получается. Вот пять лет я занималась перепиской с Остером о том, чтобы детскую библиотеку «Авиаградка». Он же здесь служил на Северном флоте. Такой детский писатель-то не рядовой. Да. Да, очень хотели. Иногда отвечала, иногда вообще не отвечала. И в итоге все сошло на нет. Ну, как-то, когда у человека нет желания, тем более он же живой классик, ну, вот хотели и пригласить, и чтобы вот здесь приехала, именем назвать библиотеку. Не выразила никакого желания. Ну, бывает и так. Я думаю, что Владимир Владимирович Панюшкин был бы счастлив, чтобы его именем назвали библиотеку. Будет его очень хотим и мечтаем. Это правда. Вот такие примерно планы. Ну, будем надеяться, что все воплотится. Очень хотелось бы. С трудолюбием, энергией, энтузиазмом ваших сотрудников все должно воплотиться в жизнь. Спасибо большое. Ольга Анатольевна, ну вот практически все ограничения с пандемией связаны уже снято. Библиотеки сейчас пришли в ревочный уже режим работы. Но, однако же, пока работали в режиме онлайн, конечно, был накоплен богатейший опыт. Да, пожалуй. Были и новые проекты, и новые формы изобретены. Вот что-то из этого останется. Будете ли продолжать работу в соцсетях? Обязательно. Потому что, да, вот этих всех событий у нас, конечно, не каждая библиотека имела свой аккаунт. А сейчас все без исключения. Некоторые даже вот зачитаю. Щукозеро уж, казалось бы, такая маленькая библиотечка. В своей группе ВКонтакте реализуют краеведческий проект. История человека, история поселка. Понимаете? То есть, ну, а поселок-то не рядовой, ведь он очень такой знаменитый, с большой историей. Поэтому даже так. Все события выставляются. У нас есть своя страничка Свероморской библиотеки, наверное, знаете ее. Ее ведет Герасенко Анастасия Александровна. Каждая библиотека не по одному даже аккаунт имеет в соцсетях. Это, конечно, и контакт. В прежние времена это был Фейсбук. Кто-то в Инстаграме выставлялся. Ну, тут разные совершенно каналы. Сейчас в Телеграм многие перешли. Все в соцсетях очень активно участвуют. И знаете, это сейчас очень будет для нас выигрышный момент. Потому что опять в этом году объявлена независимая оценка качества библиотечных учреждений. С опережением два года почему-то. Должно было быть в 2024 году. А там что во внимание берется? Там же вот это голосование бесконечно идет. И там, главное, это, конечно, сайты, социальные сети и популярность среди жителей. Поэтому мы, конечно, очень рассчитываем, что нам это сейчас очень подмогнет сильно. Вот это участие в социальных именно сетях. Да, конечно, активность была. Все мероприятия проводились. Они в онлайне проводились. Но их все смотрели. Они были популярны, интересны. Это, конечно, вдохновило коллектив на многие такие находки, которые до этого не использовались никак. Ну, как у всех, собственно. Как у вас, как у нас, как у всех. Особенно, когда библиотека является все-таки стационарным учреждением, и в нее идут читатели. А в этот момент нельзя было брать книги. Конечно, были очень популярны и обзоры литературы в онлайне, и мероприятия, которые рассказывали о книгах. О новинках в основном, конечно. Ну, сейчас уезжая в отпуска, наверное, вот таким образом не теряется связь с учреждениями. Все продолжают смотреть. Я вот сейчас была в отпуске тоже, и тоже все время изучала, все смотрела, все странички. Тоже лайкала, как положено. И смотрела, там даже готовые были видеоролики. Поэтому это, конечно, очень интересно. Главное богатство библиотеки все равно по-прежнему это книги. Новые здания с североморскими библиотеками приобретаются. Вот вы говорили, что есть определенные вещи, которые как бы обязаны. Ну, конечно, то, что было в прежние времена, еще лет пять назад, остается только вспоминать. Там были миллионы на комплектование. Сейчас такого нет. А ведь цена книги выросла совершенно несравнима. Средняя цена где-то от 600 до 800 рублей. Притом, мягких обложек мы никогда не брали. Я всегда это говорю, что у нас очень профессиональный отдел комплектования во главе с Красновой Светланой Юрьевной. Конечно, все новинки отслеживаются. Они отслеживаются наилучшим образом с тем, чтобы не попасть в просак, когда приходит читатель, он в книжном магазине видел, а библиотека не закупила. Конечно, очень сложно. Да, сейчас проводятся две закупки уже в этом году. Третья сейчас планируется, новая литература. Конечно, закупается лучшее. Все на те очень незначительные суммы, которые сейчас бежитие нам уделяется, купить невозможно. Поэтому стараемся только лучшее из лучшего. Ну, потому что никак. И здесь большая подмога, конечно, фонда Михалкова, вообще российского фонда культуры. Ну, вот мы делали репортаж по весне, помните, да? Когда пришло такое количество, 1700 изданий, притом уникальнейших изданий совершенно, великолепных, фолиантов в отдельных случаях даже. И, конечно, вот это большое счастье, что мы вошли в сообщество этих Михалковок, и от этого мы, конечно, получаем литературу. Это разовые акции или еще будут поступать? Каждый год они присылают. Каждый год в разном количестве. Когда-то 900 экземпляров, когда-то вот такое большое количество. Ну, конечно, книжки потрясающие. Они, как правило, отраслевые. Там нет то, что мы и не можем купить, потому что они дорогие. Но там альбомы такого характера. Северный флот, военачальников Великой Отечественной войны, например, исторические аспекты, царская семья, там известные деятели России, зарубежных стран. Ну, уникальная литература с уникальным издательским компонентом. И, конечно, это очень-очень дорого. Такие альбомы, как они нам поставляют, стоят каждые по 3-5 тысяч. И, конечно, там не все в альбомах, там что-то и в книгах, но это книги настоящие, в хорошем переплете, как положено. Закупка литературы сейчас большая проблема. Все же проходит через конкурсные процедуры. Иногда поставщик 15 лет работали с одной фирмой. Они выигрывали все наши компании. В основном они выигрывали. А сейчас какие-то заминки они не могут собрать на те деньги, которые в связи с удорожением. Очень сейчас большие проблемы с комплектованием. Плюс суммы, которые выделяются из бюджета, очень скромные. Более чем. На все 9 учреждений там просто ничего растянуть. Много даштинных принимаем, конечно, но что делать? Как-то стараемся выкручивать. А раньше был проект совместной литмосты, вы участвовали в них? Он немножко возобновился где-то, возродился в какой-то момент. Была одна только встреча, вот недавно буквально. Нет, Эксмо будет делать. Тоже присылали книги? Да, они как присылали, так и присылают. Это всегда. После каждого литмосты они идут. Ну, это как? Это одна-две книги. Это всего не сделает нам погоды. Конечно, массовая закупка литературы. В этом-то и особенность библиотечного учреждения. Сейчас она есть, а завтра ее не стало. Она ушла с прилавка. И сейчас, не купив, мы эту книгу уже не увидим. В этом особенность. Потому что это главный ресурс библиотечного учреждения. Это, конечно, литература. Подписка очень скромная, более чем. Но мы сами знаем, что в почтовых ящиках ни у кого давно уже ничего нет. Правда? Ни газет, ни журналов. Ну, подписка такова, что каждая библиотека может, ну, кроме центральных, получить одну газету, один журнал. К сожалению. Ну, что делать? Ну, и многие журналы позакрывались. Тоже к великому нашему даже игоре, я бы сказала, закрылись уникальные издания. Такие, как журнал «Встори», например. Ну, очень были хорошие издания, такие богатые, которые давали много информации. Самые различные. Они просто прекратили. Огонек закрылся. Ну, то есть, на такие известные, которые все советское время существовали. Их не стало. Журналов очень мало. Очень. Ну, а газеты очень дорогие. Очень. Особенно российская наша главная газета. Комсомольская, правда. Только толстушка выходит, кстати. Аргументы и факты дорогие. Со мной делятся некоторые кабинеты и отделы администрации. За что им огромное спасибо. То, что они прочитывают, они нам отдают. Мы в своих фондах размещаем. Ну, как-то, ну, что-то надо как-то придумывать, чтобы фонды все-таки не оставались. Даже периодически. Без пополнений. Ольга Анатольевна, приближается период отпусков. Не все, конечно, уезжают на время каникул. Дети остаются здесь. Вот традиционно вы делали, организовывали программы. Да, и детские чтения были. Какие-то еще программы. Начиная прямо с 1 июня. В этом году что-то будет? Будет обязательно. Детские чтения откроются 1-2 июня. Большими мероприятиями. Книжки на лето мы это называем. Всегда, конечно, здесь зачинщиком всего это является. Конечно, центральная детская библиотека готовит большое мероприятие. Но и все остальные тоже не остаются в стороне. У каждого в своем аспекте, в своих возможностях, так или иначе. И в Щукозере на севере третьем. И в Сафоново, и в Авиагородке. Ну, в Авиагородке немножко сложно. Учительский ремонт начнется. А в остальных, во всех библиотеках, конечно, пройдут эти детские летние чтения. Обычно это июнь, июль. А там посмотрим, как управление образования решит. Если будет еще какая-то смена, то мы и в августе продолжим. Нет, дети не останутся. Ну и плюс то, что я вам сказала. Будут выходы на улицу. Может быть, какие-то громкие чтения. Еще как-то. Мы рассмотрим эти варианты. Это интересно. То есть нужно приходить. Нужно звонить, спрашивать. Нужно смотреть на странички, узнавать. Единственное, что поменять немножко летний режим, будет не зимний. Другие будут просто. И временные в рамке, и выходные другие появятся. Но, в принципе, все библиотеки будут доступны для наших жителей, для детей, в особенности подростков. Все могут прийти, почитать всегда. Поэтому мы встречаем свой праздник очередной в хорошем настроении. Водушевленное тем, что нас уважают. Мы значимы. Но и самое главное, что, конечно, мы востребованы. Востребованы нашими читателями. У нас их по-прежнему очень-очень много. Библиотеки любимы городом и жителями нашего города, и поселков. Ну, а что это может быть дороже этого? Наверное, это самое главное. Поэтому я, конечно, хотела поздравить коллектив, поблагодарить за преданность, за жертвенность где-то определенную. Потому что работать в вечернее время, в выходные дни, знаете, не все профессии так занимаются. Вы-то да, а другие отдыхают. Поэтому, конечно, определенные моменты здесь существуют. Но все-таки, конечно, библиотекари любят свою работу. Они очень привязаны к ней, даже можно сказать. Поэтому пожелать, конечно, крепкого здоровья всем, чтобы хватало на всю силу. Всем спасибо. Ольга Анатольевна, спасибо вам за интересный подробный рассказ. С наступающим вас праздником. Спасибо большое. Обязательно до новых встреч и в студии Североморского телевизионного канала, и на площадках Североморской ЦБС. Спасибо, Станислава Игоревна. Спасибо вам большое. Всего доброго, уважаемые жители Североморска. До свидания. До свидания. До свидания.